Смартфончик мне тут подогнали на обзор. Взгляд черного BL6000 PRO. И это первый телефон под брендом Взгляд черного, о котором не стыдно рассказать. Среди фишек этого телефона, о которых гордо заявляет сам производитель, во-первых, поддержка сетей 5G, во-вторых, нормальная камера, в-третьих, возможность работы на морозе до минус 30 градусов Цельсия, и четвертое, и, наверное, самое главное, у него, наконец-то, нормальный дизайн. Несмотря на то, что это защищенный телефон, он не похож на покрышку. И даже на наклейке на самой коробке напечатана гордая надпись DESIGN IN ITALI. Ну, так-то у итальяшек с дизайном все окей. С надежностью, оптимальностью, долговечностью, здравым смыслом. Хуево, зато красиво. Хотя, конечно, кому как, а кому никак. Мне, например, короче немецкий дизигон заходит гораздо больше. Но не суть. А, кстати, да, я совсем забыл тогда про итальянское оружие упомянуть в том видосе про итальяшек. Но, с другой стороны, что толку, если босоногие пупуасы выперли этих самых итальяшек отовсюду вообще, по-моему, без оружия, голыми руками. Потому что калаш тогда еще просто не придумали. Да, итальянская беретта поставляет ружья да пистолеты в армию и полицию СШП, но им кто только чего там не поставляет. А пуляют по миру в основном из калашей, да может быть, из всяких евреев с немцами. Так что, увы, итальянское оружие не показатель. Дизайн, конечно, может и итальянский, но из начала двухтысячи десятых годов. Вот эти вот рубленные боковины, ну, в общем, я не знаю. Но, тем не менее, это гораздо лучше, чем кусок резины. Соответственно, боковые части выполнены из металла. Задняя крышка из пластика с такой шершавой резиновой поверхностью, чтобы не скользило в руках. Разумеется, поскольку это защищенный смартфон, он достаточно толстый и достаточно увесистый. Но гораздо легче, чем предыдущие защищенные смартфоны Blackview, которые я обозревал. Также на нем не видно ни одного болта. То есть корпус, скорее всего, на каких-то защелках или что-то такое, что не очень хорошо, потому что одно из преимуществ защищенных смартфонов в том, что их достаточно легко разобрать, что-то там починить, заменить и так далее. Здесь, видимо, с разборкой будут некоторые проблемы. Ну и, в принципе, выбор алюминия для защищенного телефона такая себе идея, потому что, к сожалению, это мягкий металл, он легко царапается, а поскольку здесь еще какое-то покрытие типа аноксидирования, такое покрытие достаточно быстро облезает. Вот, например, смартфон EasyWive, тоже Blackview. Она пользуется им уже, наверное, года три. И все металлические части достаточно сильно облезли. Кстати говоря, с этим смартфоном, которым пользуется EasyWive, было две проблемы. Первая проблема была с самого начала. При разговоре по телефону слышалось адовое эхо, потому что там не был изолирован микрофон от основной части телефона, и звуки из динамика попадали в микрофон. Это лечилось двумя путями, можно было просто разобрать и силиконом заизолировать там этот ебаный микрофон. Но мне Blackview на замену прислали платку с нижним USB и микрофоном, я ее поменял, и все стало нормально. Об этом, наверное, тоже сниму как-нибудь видос. Соответственно, это была первая проблема с самого начала, и она решилась. Вторая проблема возникла буквально вот на днях в этом году. Отвалилась фронтальная камера. В принципе, она и особо никогда не пользуется, но тем не менее, как бы, результат налицо. Скорее всего, камера отошла физически, и достаточно разобрать телефон и просто ее защелкнуть обратно на место. На странно выглядящий экран на телефоне EasyWive, внимание не обращай, это за несколько лет начала отклеиваться заводская защитная пленка, и под нее попали ворсинки. Сам экран нормальный. Ладно, возвращаемся к BL6000. Значит, как я уже сказал, к сожалению, металл слишком чувствителен к царапинам. Кроме того, слабое место всех телефонов, включая защищенные, это экран. То есть, если бить по экрану, то он разобьется. Здесь экран покрыт Гаврила Глаз 3. Несмотря на то, что в названии есть слово глаз, это на самом деле больше пластик, чем стекло. И, собственно говоря, Гаврила Глаз никогда и не была устойчива к царапинам. То есть, царапается Гаврила Глаз очень легко, и смысл его установки в защите от падений. Поскольку это полимер, он пружинит, и в отличие от обычного стекла, которое разлетелось бы на тысячу осколков, при падении есть шанс, что такой экран выживет. Но царапается он точно так же, как и любой другой пластик. Что касается самого экрана. 6,3 дюйма IPS Full HD+. Экран достаточно яркий, но вот с цветопередачей все не очень хорошо, и проблема решилась бы, если бы в настройках можно было выбрать профиль изображения, как это было раньше. Либо хотя бы была какая-нибудь фигня типа Miravision. Но здесь ее в настройках, к сожалению, я не нашел. Еще одна проблема в том, что, несмотря на достаточно большие рамки в верхней части экрана, почему-то решили его просверлить для установки, собственно говоря, фронтальной камеры. Здесь не капелька, здесь в экране дырка сбоку, откуда торчит эта самая камера. И основная проблема, что вокруг этой самой дырки есть небольшие ухудшения подсветки. Это особенно видно на темном и на очень ярком, например, на белом фоне. То есть в районе этой дырки по кругу есть такой ореол из более темной подсветки, чем все остальное на экране. Это взгляд черного. Экран утоплен, то есть вокруг него на рамке есть такой пластиковый выступ. Это очень хорошо, потому что это защищает экран от царапин. Кроме того, если ты решишь наклеить сюда, допустим, защитное стекло, оно встанет заподлицо. Ну то есть наличие вот такого вот выступающего бортика на рамках экрана, это всегда хорошо. Но тем не менее, если свой телефон ты носишь в кармане с достаточно жесткой подкладкой, то из-за трения с этой подкладкой через некоторое время вся поверхность экрана будет зашоркана мелкими, едва заметными царапинами. Ну и заканчивая разговор о корпусе и внешнем виде, у телефона с левой стороны есть одна кнопка золотого цвета, и это настраиваемая кнопка. То есть через настройки ей можно задать несколько функций. Я обычно задаю съемку скриншота и включение фонарика. На правой стороне находится кнопка питания. Она где-то примерно посередине корпуса, что не очень удобно. Я бы предпочел, чтобы она была повыше. И две раздельных кнопки управления громкостью. Я уже много раз говорил, что, на мой взгляд, кнопки управления громкостью должны находиться не справа, а слева. Потому что в момент разговора по телефону левым ухом у тебя большой палец левой руки ложится как раз на эти самые кнопки. И ты можешь делать собеседника погромче или потише. Когда же эти кнопки находятся справа, тебе приходится указательным пальцем левой руки их как-то там нащупывать и регулировать громкость. Ну, не очень удобно. На мой взгляд, большим пальцем регулировать удобнее. Боковые кнопки, как и во всех защищенных телефонах, выполнены особым образом, и они не контактируют с платой напрямую. В данном конкретном случае это приводит к тому, что если телефон потрясти, то кнопки гремят как ебаная погремушка. Вот сейчас попробую записать. Не знаю, было ли слышно, но идея, я думаю, понятна. А тем, кто не понял, идея в том, что автор подрочил. При разговоре по телефону от голоса собеседника слегка дребезжит задняя крышка. То есть, если прислонить туда палец, прям слышно, как она колеблется в такт разговору. Ну, в общем, вот такая вот фигня. А еще при работающем экране в верхнем разговорном динамике слышится такое легкое шипение. Видимо, это наводки от платы подсветки или что-то такое. Соответственно, если вдруг по какой-то причине ты разговариваешь по телефону с невыключенным экраном, у тебя поверх голоса собеседника слышны еще дополнительные вот эти вот помехи. На верхней грани нет ничего, кроме, по-моему, вылеза под второй микрофон. Снизу расположен неприкрытый заглушкой USB разъем тупись. Наконец-то более-менее стал популярен разъем тупись, потому что я его тут внезапно обнаружил в самолете. Ну, то есть у многих самолетов в спинке кресла пассажира, который летит перед тобой, есть несколько разъемов, в том числе USB для зарядки телефона. И теперь там не только обычный старый USB, но и тупись, что меня приятно удивило. Здесь же расположен динамик громкой связи. Он один, то есть динамики не стерео, и он не самый громкий. Допустим, у предыдущего моего BlackView он был гораздо громче. И направлен этот динамик из торца вниз, в то время как у предыдущих моих BlackView, например, он был сзади в стенке. Здесь же расположен лоток для сим-карт, который, в принципе, можно вытащить, если у тебя очень крепкие, сука, ногти. То есть никаких вот этих вот скрепок не нужно. Но я все равно для того, чтобы подцепить этот лоток, беру какой-нибудь кусочек пластика, например, от пластикового ножа, чтобы не поцарапать металл. Еще тонкие пластиковые медиаторы просто отлично подходят. Кстати, как и у многих других взглядов черного, в комплекте поставляется вот такой вот пластиковый выниматель для этого самого лотка. В лоток устанавливается две наносимки. Одна с одной стороны, другая с другой стороны. И установить карту памяти в этот телефон нельзя. То есть слота для SD-карты здесь нет. Одно время я считал это минусом, потому что в поездках, например, было очень удобно для того, чтобы освободить место, например, на фотоаппарате, вытащить оттуда вот эту флешку, засунуть ее в телефон, переписать фотки, освободив таким образом место на флешкарте и засунуть ее обратно в фотоаппарат. Но уже много лет я никуда не выезжаю без ноутбука, поэтому этот функционал на самом деле мне, по-моему, ни разу и не пригодился. Но, тем не менее, расширить накопитель с помощью карты памяти здесь нельзя. С другой стороны, я не уверен, что это очень нужно, потому что в телефоне 256 гигабайт встроенной памяти. USB, конечно же, поддерживает ОТГ. Разъем тупись, как я уже сказал, не закрыт никакими заглушками, и это, наверное, хорошо, потому что так телефоном пользоваться удобнее. Забавно, что, кстати говоря, телефон каким-то образом ощущает, если на разъем попала влага, и говорит тебе о том, что необходимо разъем продуть и просушить. Отдельного джека на наушники нет, но в разъем тупись выведен, собственно говоря, звук, обычный аналоговый, и через обычный аналоговый переходник а-ля Леучко ты можешь подключить обычную проводную говнитуру. Разумеется, цифровые USB наушники тоже работают, как с разъемом тупись, так и через ОТГ-переходники. Кроме того, в комплекте с телефоном идут аналоговые, не цифровые, аналоговые наушники с разъемом тупись и формой эпловских наушников. Единственное отличие, что они черного цвета, потому что черные и музицируют лучше. И зарядка мало того, что есть, так еще и черного цвета, потому что черные, как известно, мощнее. Комплектный адаптер на 18 Вт и на 100% с нуля телефон заряжается где-то примерно за 2 часа. Кроме того, поддерживается и беспроводная зарядка. Еще у телефона есть сканер отпечатков пальцев. И как в лучших домах, он встроен в кнопку питания. И работает он крайне хуево, не с первого раза срабатывает, не всегда правильно считывает отпечаток. В общем, юзабельность, конечно, такая себе, но лично я не использую вот эти дактилоскопические сенсоры для логина. Потому что если скомпрометируют твой пароль, то его можно всегда поменять. А вот если кто-то украдет отпечатки твоих пальцев, ну я не знаю, что ты будешь делать. Ну и завершая разговор о корпусе, на нем, к сожалению, нету вот этого крепления для петельки. Я, кстати, узнал, как она правильно называется. Темляк. Ну в общем, крепления для темляка нету. Кроме того, в верхней рамке над экраном есть еще трехцветный LED-индикатор, который говорит о состоянии зарядки, мигает, когда есть какие-то уведомления и так далее. Это всегда очень удобно. И я всегда записываю наличие этого индикатора в плюсы. Ну ладно, внешний вид обсмотрели, давай перейдем к начинке. Тут вот некоторые меня обвиняют в том, что я не привожу никаких тестов там и так далее. Это ты, дружок-пирожок, каналом ошибся. Но в этот раз я все-таки сделаю исключение, и на экране ты видишь результаты тестов данного телефона в популярных бенчмарках. В этом телефоне установлен сок от Mediatek Demencia 800. И, по крайней мере, в игрушках эта самая Demencia 800 демонстрирует абсолютно одинаковую производительность со Snapdragon 730. Соответственно, это, по сути, равноценные чипы. Единственное, чего то радиационно нету в МТК, это поддержки чисто Qualcomm-овских блютуфовских кодеков типа APTX. Здесь есть только ААЦ. Ну, в общем-то, небольшая на самом деле проблема. В целом же телефон быстрый и просто как вода в унитазе. Все моментально открывается, переключается, никаких лагов и тормозов я, по крайней мере, не заметил. Разумеется, этому способствует то, что в этом телефоне установлен практически чистый стоковый Gondondroid 10 и обещают, кстати, апдейт до 11-й версии. Когда я говорю практически чистый, в нем, конечно, есть несколько китайских игрушек, которые можно удалить, и еще пара говноприложений типа браузера жопера, которые вшиты в прошивку, их можно только отключить, удалить нельзя. Но в целом Gondondroid здесь практически чистый. Уж точно по засоранности не идет ни в какое сравнение с какими-нибудь салямами или сасунгами. Про сасунги я недавно рассказывал, что в их прошивках все еще торчат приложения для каких-то чисто самсунговских сервисов, которые давным-давно закрыты. То есть сервисы уже не работают, а приложения для них есть и жрут системные ресурсы. У меня тут спрашивали, а какие именно это приложения, да их там целая куча. В основном это касается чисто сасунговских попыток конкурировать с Google. Все, что связано с машиной, то есть Find My Car, Car Mode, все, что связано с отдельными ассистентами, типа Samsung Voice, все, что связано с музыкой, то есть Milk Music, Samsung Music Hub и так далее, все, что связано с облаками, то есть Samsung Cloud закрыт, все, что связано с магазинами, причем не только приложений, но и всего остального, такими как Samsung Mall, все, что связано с управлением сасунговскими девайсами, типа Smart View, все, что связано с GRVR, которая была через Oculus, а Oculus перекинул Samsung через хуй. То есть все вот эти приложения в Сосунгах больше не работают, потому что они больше не поддерживаются, однако все еще присутствуют в прошивках. Единственное, что мне не понравилось в этой прошивке, это то, что в момент входящего звонка тебе не показывают, на какую симку звонят. То есть номер, первая это симка или вторая, или ее название, видно только в уведомлении, а вот именно вот в этом экране со звонком его не видно. Кому-то это может быть неважно, но у меня вторая симка находится в роуминге, поэтому на звонки на нее я не отвечаю, когда нахожусь в другом регионе, потому что это очень дорого. Ну, в общем, теперь я вообще не отвечаю ни на какие звонки. Очень удобно. И я сейчас не про внутрируссианский роуминг, где роуминг внутри сети типа отменили, зато цены на связь подняли. Перевод прошивки на русский язык, как всегда, потрясающий. Мол, не инвалидам в результате низких аккумулятор. Все понятно, в принципе, но пользоваться, конечно, этим невозможно. Что еще есть в этом телефоне? Ну, как я уже сказал, связь 5G. Есть еще шагомер, блябарометр, есть NFC, а вот инфракрасного передатчика и, разумеется, тепловизора в этом телефоне нет. Хотя на предыдущем моем блоквью было и то, и другое. Что касается заявленной работы при минус 30 градусов Цельсия, то в начале марта выдался просто адов ебун. Ну, минус 30, наверное, конечно, не было, но минус 20 было точно. И так уж получилось, что я вынужден был много торчать в такую погоду на улице. Никаких проблем с телефоном не возникло. Работал как сенсор, так и сам телефон. Ну, то есть, наверное, это заявление производителя верно. Что касается батарейки. Здесь она примерно на 5300 мАч. Много это или мало? Ну, на самом деле, наверное, телефон ее использует, может быть, не очень эффективно, но если в сутках 24 часа и 8 из них ты спишь, то остальные 16 ты можешь залипать в телефон, и он не разрядится. Если же говорить об игрушках, то шпилить в игрушку без подзарядки можно где-то часов 5 или 6. Что касается реального использования мною, ну вот я тут, допустим, снял график. Значит, последняя зарядка 4 дня назад, при этом осталось еще 22% аккумулятора, то есть 1 пятая часть. Значит, 80% аккумулятора ушло на 11 часов в Фури Фокси, где я смотрел видосики на Ютубе, 12 часов пиздежа голосом по Ватсапу, 14,5 часов пиздежа голосом через Цискожабер, это такая система IP-телефония, ну и там остальное по мелочи. Соответственно, при обычном использовании телефона тебе одной зарядки хватит, ну я не знаю, дней на 5. Поэтому, ну на мой взгляд, это хороший показатель для батареи в 5300 мАч. Ну и переходим к последней заявленной фишке этого телефона, а именно к камере. Фронтальная камера Sasung на 16 мегапикселей, а основная камера представлена тройным модулем, один из которых Sony IMX582 на 48 мегапикселя, а также есть еще дополнительная камера на 13 мегапикселей со 120-градусным объективом, то есть широкоугольником, и еще есть вспомогательная VGA-камера для определения расстояния. Стоит отметить, что линзы всех объективов утоплены внутрь корпуса. Это очень хорошо, потому что так их сложнее поцарапать. Что касается основного сенсора от Sasuni, это точно такой же модуль, который используется, например, в Sasung A51 и в Xiaomi Mi 9T. Соответственно, качество фоток примерно такое же, как на этих аппаратах, с той лишь разницей, что Sasung, например, 51-й и 70-й, не умеют снимать ночью, а здесь ночные фотографии, ну, получаются вполне ничего. По крайней мере, на них нет такого адового шума, который есть на Sasung'ах при ночной съемке. Что касается качества снимков, то я бы назвал его середнячком, но качество гораздо лучше, чем на других телефонах Blackview, и по крайней мере, мне теперь не нужно таскать с собой еще дополнительный мой старенький Sasung, который я использую исключительно как фотокамеру, потому что на Blackview в предыдущем камера была, ну, скажем так, говно. Здесь к качеству фоток у меня каких-либо претензий нет. Что же касается 48 Мп, то по умолчанию телефон снимает в 12 Мп, что, в общем-то, соответствует техническим особенностям вот этого модуля на 48 Мп. Но, тем не менее, режим 48 Мп тоже можно активировать через настройки. Важным и неожиданным моментом является возможность снимать видео в 4К. Наконец-то на телефонах под управлением Mediatek появилась возможность снимать видео в 4К. В общем и целом, как я уже сказал, это телефон от Blackview, за который не стыдно. То есть он выглядит нормально, по крайней мере, не похож на какой-то кусок резины. У него хороший быстрый чипсет, много памяти, то есть здесь 8 гигабайт Азу и 256 гигабайт накопитель. И у него, наконец-то, приличная камера. Черный взгляд без стыда. А теперь о грустном. О цене этого аппарата. В принципе, китайский телефон какого-нибудь другого бренда на точно таком же железе будет стоить, ну, где-то 250 долларов. БЛ-6000 Pro стоит 400 долларов. То есть 150 долларов ты платишь вот за эту вот защищенность. Я уже много раз говорил, что защищенный телефон защищен до какой-то определенной степени. То есть если целенаправленно его ломать, он, конечно, разобьется. Но в принципе, какие-то случайные падения, а также, например, случайное попадание в воду, этот телефон выдерживает. Более того, его можно даже использовать как подводную камеру, и это абсолютно штатный режим его работы. Многие скажут, а нафига все это надо? Можно купить нормальный телефон, который нравится и который ты считаешь нормальным, и на том же Алике поискать защищенный чехол. Дескать, для всех, по крайней мере, популярных моделей телефонов на Алике можно найти противоударный чехол. Проблема в том, что защищенный телефон – это не просто телефон, который запихнули в какой-то противоударный корпус. Там гораздо больше всяких технологических решений, которые не допускают попадания пыли и воды внутрь. Там, как я уже сказал, особым образом сделаны кнопки, они развязаны от основной тушки телефона. Там особым образом сделаны динамики и микрофоны, чтобы они не боялись воды и так далее. То есть в защищенном телефоне все-таки несколько больше технических решений для того, чтобы его сделать защищенным, чем просто какой-то ударопрочный корпус. Соответственно, вот такой вот телефон, на мой взгляд, цена достаточно сильно завышена, учитывая, что это какой-то там говенобренд. Да, Blackview, конечно, лидер на рынке производства защищенных телефонов, но почему-то в том же Китае ни одного китайца с Blackview не найти. Вот с жопа сколько угодно китайцев ходят, с холоми сколько угодно китайцев ходят, и даже с айфунами и сасунгами китайцев ходят до хрена, а вот что-то с Blackview нет ни одного. Но тем не менее, если тебе нужен именно защищенный телефон с нормальными характеристиками, который при этом выглядит тоже достойно, то вот этот вот Blackview BL6000 это единственное предложение на рынке. То есть, ну, аналогов просто нет. Это единственный защищенный телефон, который выглядит как обычный. Соответственно, если тебя заинтересовала покупка, то ссылку найдешь внизу в описании. Для меня она не реферальная, то есть лично я ничего не получу, если ты вдруг купишь телефон по этой ссылке. Я уже много раз говорил про трекинг рекламной кампании, который встроен в эту ссылку и так далее. В общем, я ничего с этого не получу. Чё б ты там себе не думал. Так что смело переходи. Я блог Ютуба. Лайк, подписка и патроны.